О том, что в Филадельфии арестовали харьковского тренера по хоккею, стало известно из американских СМИ. Шокирующую новость опубликовала одно из крупнейших международных информагентств. Журналисты сообщили, что два 14-летних мальчика обвинили своего тренера Ивана Провилова в сексуальном домогательстве. Согласно федеральным судебным документам, оба мальчика дали одинаковые показания о том, что в отношении одного из подростков Иван Провилов совершил действия сексуального характера. Когда тренер узнал, что ученики проболтались, угрожал ребёнку и даже ударил его. Ивану Провилову 48 лет. Последние 5 лет он живёт в Америке. До этого 25 лет учил подростков и девочек, и мальчиков играть в хоккей. Даже разработал собственную методику. По сей день на сайте хоккейного клуба «Дружба-78» он числится главным тренером. Для Харькова Иван Провилов – личность скандально известная. 5 лет назад против него возбуждали уголовное дело за хулиганство. Будучи тренером детской хоккейной команды «Дружба-78», он сильно избил сотрудника спортивной школы. И это не единственный скандал, в котором фигурировала фамилия Провилова. Коллеги-тренеры и бывшие ученики Провилова не отрицают характер. У наставника был действительно вспыльчивый. Он был требовательным и мог повысить голос. Но поднять руку на ребёнка – никогда. Заподозрить Провилова в сексуальном домогадельстве к ученикам и вовсе никто не мог. В это не верит и его мать. Очень ласково. Дети его все любят. Такого не было, я не знаю, сколько он 25 лет проработал тренером. 5 лет сейчас за границей. Но такого не было. Женщина рассказывает, раньше у них дома жили мальчики-иностранцы, которых тренировал Провилов. Никогда у матери не возникало ни малейших подозрений, что сын сексуально небезразличен к подросткам. Да никогда даже об этом я не хочу. Даже в мыслях такого, что мой сын что-то задумал. Тем не менее, как сообщают американские журналисты, в Пенсильвании уже возбудили уголовное дело против Провилова за совращение малолетних. Но харьковские правоохранители об этом не знают. Более того, говорят, что скоро тренера экстрадируют в Украину, так как 5 лет он находился в розыске за хулиганство. Ольга Коростелева, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».